Всем привет, уважаемые друзья, с вами Иной. Планировал сегодня выпустить один ролик, а выпускает другой. И всему виной... нет, не моя изменчивость, а горячие новости из офисов компании NCSoft. В мае этого года я делал ролик по проекту Lineage Eternal, в котором, как всегда, выступил с критикой, но был не понят. Тогда названию моего ролика никто не поверил. Огласило оно следующее. У проекта серьезные проблемы. Мои выводы были сделаны не только на основании тех стримов, что я видел, но и по финансовым отчетам, которые компания опубликовала в последнем квартале 2016 года. Сначала говорили, что игру переведут на движок Unreal Engine 4, ведь до этого игра базировалась на модифицированном движке от Guild Wars 2. Но буквально сегодня компания NCSoft заявила о прекращении работы над проектом Lineage Eternal мертв. Точка. Но не спешите покупать цветочки, потому что нас ждет новый сюрприз. Итак, дамы и господа, встречайте TL Project. Блять, а где у меня тут пафосная музыка была? А, вот она. Ну все, хватит, хватит. На прошедшем, буквально на днях в форуме NC Media Day, разработчики заявили о выходе нового проекта, TL Project, который ваяет на еще не остывшем трупике Lineage Eternal. Игра будет ничем иным, как полностью переработанным предшественником. Но основным ее отличием станет то, что это будет полноценная MMORPG в изометрии. Историей вашего персонажа будет только его историей, а не еще 5-6 личностей, которые в вас живут. Прощай, система вечных, мы отправляем вас в долгое-долгое плавание. Надеюсь, где-нибудь там вы и утонете. Ребят, буду честен, о проекте пока мало что известно. Знаем, что будут привычные нам классовые архетипы. Это воин, танк, маг, ддшник и саппорт. Знаем, что разрабы изрядно поработали над физикой. А значит, мы сможем взаимодействовать с внешними объектами. Разрушать их, восстанавливать и пускать во всякое благо. Знаем, что нас ждет смена ландшафта и погодных условий. Но на этом, пожалуй, все. Максимум могу добавить, что игра разрабатывается изначально для PC. Выхода на консолях в ближайшее время не планируется. Хотя разрабы так нетривиально намекнули на возможность выхода игры на других платформах, в том числе на мобильных. От себя могу добавить, что NCSoft молодцы. Компания не первый раз доказывает, что способна признавать свои ошибки. Учиться на них и двигаться вперед. А это признак верного профессионала. Они не стали выжимать из линейки все то, что могли. Хотя они могли бы выпустить ее такой, какая она была, и я вас уверяю, играли бы и так. Но, видимо, компания дорожит своей репутацией. Лично на меня ролик произвел хорошее впечатление. Я пока что воздержусь от дальнейших комментариев, но, кажется, у нашего любимого Лос-Тарка начинает вырисовываться конкурент. Пусть очертания еще туманные, но скоро утренний май рыва развеется, и перед нами предстанет новая надежда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и скорее делитесь этим видео с друзьями. Пусть знает, кто тут первый. Субтитры сделал DimaTorzok